ну привет ребят в общем поиграл некоторое время но до этого ролик выкладывал по мэдволт и вот опять решил это уже окончательный такой ролик по этой игре то есть по ее нынешнему состоянию ну что могу сказать то есть игра все-таки не устроила не понравилось то есть как с энди сэмбром было да тоже вроде поначалу все хорошо а потом все сдувается да тогда прям по параметрам то скажем по пунктам объясню первое что не понравилось это очень зачастую какие-то станы проходят непонятно то есть персонаж перестает двигаться например может перестать просто скилы юзать то есть стан не стан непонятно какой-то анимации внятные тут нет ну просто вот так да и персонаж может просто стоять на движение ну там на клике не откликаться никогда триггер это очень то есть там скилы не юзаются и персонаж перестает дальше что дальше дисбаланс именно в боссах то есть например вот первый акт там первый акт проходишь как там коллекционер до босс вообще без проблем убивается последующих же актах это пиздец то есть я например каком в третьем что ли вот тут же это третий акт на да в третьем акте третьем акте я просто заебался эту тёлку убивать как-то под босс называется хура да вот хура это жесть просто она же когда кастует там типа анимация на земле прорисовывается да то есть там прорисовывается один например рейндж а бьет она дальше волки которых она призывает они не убиваемые то есть это просто жесть там файт какой-то ёбнутый то есть такой дисбаланс и да минза то ли донатить надо то ли что пушку я вроде точил да вот у меня каменный топор на плюс 3 но просто вот босс неубиваемый то есть да я там даже от мобов отлетают хотя казалось бы у них уровень как у меня то есть дисбалансная игра да из простого в очень сложное быстро перетекает это какой-то пиздец еще такой важный момент дисбаланс в квестах то есть у тебя какой-то момент крест и заканчиваются вот на девятнадцатом уровне такое было то есть с девятнадцатого до двадцать первого чисто на мобах фармил поняли типа то есть я не знаю сколько там ши семь часов или сколько я чисто пил мобов все просто вот мобами добивал уровень тоже это на самом деле триггер но это прям то есть негативно отражается это прям реально чувствуется что просто крест и заканчивается очень много времени тратишь на это а с мобов считая реварда нет никакого то есть чтоб вы понимали у меня 22 уровень у меня сапоги и сейчас это было восьмого до чтоб вы понимали то есть просто с восьмого уровня даже никаких шмоток а вот в этот слот на ноги не нашел да то есть крест и ежедневные которые на доске дают там награда она без опыта то есть тебе не опыта не голды не дают вот за эти крест которые на доске вот за вот эти вот сиреневые что и таблица награда то есть они дают там какую-то валюту которую на что-то можно потратить притом не голды не xp они не дают но как бы это пиздец то есть квестов мало награда за них за сюжетный плюс минус большая награда если квест не сюжетный то считай никакой награды то есть как я сказал да с девятнадцатого до 21 мне пришлось просто на вабах уровень добивать но это дал бы и без блять это ж не линейдж это ладно я в линейке поставил там персонажа он у меня стоит на автобое но тоже это не линейка с этими своими с пролагами как я сказал да с недоработками 6 часов мобов пить или больше под заебывает скажем так да то есть очень важно дальше по прокачке оружие не знаю то есть я прокачал топор для до плюс трех свой забавно да у меня топор белый то есть я подбирал даже рарные там топоры анкомановские пушки они слабее даже были чем этот белый топор тоже не знаю с чем это связано крафт ну крафт тут вроде есть только почему-то у меня в крафте все шмотки зеленые и низкоуровневые которые я давно перерос типа не знаю нахуй этот крафт нужен за . она делается за голду но опять же можно либо за кристаллы либо за голду ну и плюс есть там всякие расходники чтобы за . так сказать увеличенный шанс имела на удачу тоже типа я топор на плюс 3 докачал и все пушки можно скрафтить только почему-то это пушки тоже какого-то не знаю белые пушки с первого уровня то есть ничего больше даже в крафте не предлагается костяные серьги просто белые зачем это вообще непонятно вот то есть из плюсов что в этой игре я скажу ну сюжетка плюс-минус дайте по сюжетка она понятная вроде такая мрачная то есть ни с чем так скажем не расходится до сюжетка такая в принципе нормальная ясная не сами сказать что много времени на это обращаю внимание но сюжетка принципе нормальная но ты именно в плане геймплея да опять же какой там в эндгейме геймплей я так понимаю что его по сути нет то есть если даже party искать например то party ты не найдешь я не знаю я вот пробовал например на босса первого акта party найти какого там коллекционер да не найти party просто не найти то есть может быть я не знаю все уже переросли первых но пати вот не найти у них даже крест тут на доске вроде есть но я не помню на этого на коллекционера но опять же party на коллекционера не найти что это за награды как я уже сказал крючки вроде это называется да крючок и все тоже типа экспо за крест давать не надо или что тоже дал бы и без ну про перевод ладно про перевод я молчу то есть тут не английского не русского нормального перевода нет то что я как бы и по-английски могу да вроде более-менее но перевода нормального нет не на русский не на английский давайте вот просто сейчас например посмотрим да у меня есть вообще эти точки 111 мне 111 крючков если давайте попробуем что-нибудь заточить вот тоже смотрите я не вижу название скиллов на английском то есть я вижу тут на английском в магазине а у себя на скилл баре я не вижу на английском и как я нахуй должен понять что вот это вот за скилл да то есть вот много такой херни то есть они либо полностью на английском сделали либо полностью на русском да то есть без проблем могу в английский вот например это точки для скиллов да а для каких вот рассекатель вот что это за рассекатель что сплит ну допустим просто вот мне интересно чекнуть так сплит что прокачал что-то да кстати рассекатель угадал да то есть прокачка скиллов тоже такая она достаточно оригинальная это сколько надо дейликов сделать чтобы на одну точку постой за один дейлик дают 5 крючков то есть это мне надо 20 квестов сделать типа чтобы на одну точку ну ладно вот есть крест за который по 12 дают лат ну типа прокачка скиллов да такая плюс минус оригинальная но все равно типа прокачка персонажа в целом это пиздец эти лаги короче не буду повторяться вот все то что я описала но так скажем положительные положительные эмоции от игры сходит на ноль то что я до этого описал то есть за то есть я бы наверно даже не могу посоветовать эту игру посмотреть на первый акт побегать наверное но прям играть в это оставаться тут я не вижу какого то смотрите даже анимация воды есть там тени все такое то есть позора нет но именно по геймплею этот прокачка еще дрочи с мобами да какая-то квестовая система невнятная да они банально даже опыт не могут давать за кресты ну и про лаги сильные вот трудности с боссами да вот как я заметил меня просто выбесила я даже босса добивать не стал просто в третьем акте просто ливнул мне что знать вот мне надоедает просто быстро да я могу прям быстро в игре перегореть вот вот это и сказалось плюс у тебя опыт отнимаются смерть это вообще дичи это очень неприятно не могли бы хотя бы там до 50 уровня до какого-нибудь спу не отнимается смерть я думаю могли бы а так тебя еще и спой штрафуют в общем как-то так то так мне вот прям не очень эта игра понравилась здесь нужно менять как-то больше фиксить какие-то лаги про лаги до файтах особенно и как-то я не знаю упор делать в эндгейм то есть более такую проходную сюжетку и акцентироваться на эндгейм что я что не в пассов-эксайл что не видя было я сюжетку терпеть не могу перепроходить я люблю уже быстрее в эндгейм и вот этот конечно затянутость она мне как-то не нравится то есть что-то на типа как в десембре вроде неплохо начинали но по факту да очень быстро там третьему акту игра скатывается уже как-то играть в нее и не хочется как-то так так вот быстрое впечатление по игре в принципе рассказал есть на перемещение между городами удобные и все такое но тоже кого это кому это сейчас таково удивишь этим перемещение оно должно быть лишь не буду там по 20 минут бегать из одного города в другой перемещение ясно что должно быть сейчас посмотрим так вроде все рассказал да да наверное а ну во втором городе тоже херовая награда сколько тут за креста дают фиолетовый тоже по 8 крючков по 7 крючков а экспу разумеется не догадались да еще соответственно давать в общем такого плана есть конечно там офф-энд так сказать смена наборов оружия но где сейчас ее нет тоже опять же кого этим удивишь в поя тоже из набора оружия да там можно сменять какая в этом разница ну и система профы как-то не доделана то есть почему бы не сделать как в не волде чтобы у тебя прокачка была до этого и везде в воду варкрафте любую рпг возьми там будет прокачка профессии да почему тут ее нет вот этот цветок адельвейс он во всех локациях что в первой что в третьей что первом акте что в третьем почему бы не сделать несколько на там разные ресурсы чтобы они градировались по уровню почему бы не сделать так типа вот такие вопросы просто игра оставляет да как то так это я внизу это то ли минусы то ли просто то что надо разработчикам исправлять но опять же я не знаю как эта игра будет двигаться будут ли они все это исправлять просто скоро как бы diablo 4 выйдет там но ровно через месяц то ну да считай через месяц выйдет diablo 4 и там как бы ну кому же mad world нужен будет да к примеру если сейчас он особо не нужен то кому он там нужен будет то есть такая очень сомнительная игра видите получилось но опять же свою аудиторию наверно найдет сну если они над ней будут работать пока что так это троечка троечка из пяти если так оценивать то есть как-то таксовка вот конечно разочаровал mad world так конечно самим надо всегда пробовать играть но так 30 до 3 из 5 так бы конечно мне играть особо не советовал вот как то так принципе вкратце объяснил пояснил все опять же могу что-то где-то не увидеть мог могу что-то где-то об игре не знать но именно вот мое впечатление пока такое не особо положительное а так то ясно что в плане графона тут базара нет все стилистика все красивенько это как бы да это видите ради 1 1 ради одной графики опять же игру играть не станешь как-то так не забывайте подписываться на канал ну и про твич тоже про мой не забывайте